Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Нам дан параллелограмм. На его диагонали AC расположена точка M таким образом, что AM относится к MC как 4 относится к 1. Или можно записать, что AM разделить на MC равно 4 к 1. Отсюда можно AM выразить через MC. И это будет равно 4 MC. Из числителя MC мы перенесли в знаменатель. И у нас получилось такое выражение. AM равно 4 MC. Теперь вся диагональ AC равна отрезку AM плюс отрезок MC. Или равна, вместо AM подставим 4 MC, 4 MC плюс MC и будет равно 5 MC. То есть у нас получилось, что AC равно 5 MC. тогда мы можем записать, что MC равно 1,5 AC. А вспомним вот это выражение. Запишем, что AM равно 4,5 AC. Теперь перейдем к векторам. Вектор AM и вектор AC. Они расположены на одной прямой, поэтому они коллинеарны и су-направлены. Ну, вот так направлены вектор AC и вот вектор AM. Поскольку они коллинеарны, то можно записать равенство. Вектор AM равен K на вектор AC. И это K будет положительным. Его можно определить как модуль вектора M, или его длина, делённая на модуль вектора C. Длина вектора M у нас найдена. 4,5 AC. Так и запишем. 4,5 AC. Здесь AC уже отрезок. И длина вектора AC, естественно, равна AC. Сократим и получим K, равное 4,5. То есть мы можем записать, что вектор AM равен 4,5 вектора AC. Теперь рассмотрим сам вектор AC. По правилу параллелограмма он является суммой векторов AB и вектора AD. Или мы можем написать, что AC равно вектор А плюс вектор В. Тогда подставим значение вектора AC вот в это выражение. И мы запишем, что вектор AM равен 4,5. Вместо AC запишем A плюс вектор B. Вектор AM равен 4,5 вектора A плюс 4,5 вектора B. Таким образом, мы разложили вектор AM по векторам AB. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!